В планах строительства Челябинского метрополитена вновь произошли изменения. К счастью, пока сроки пуска первой ветки метро не переносятся. Как и прежде, прокатиться на подземных поездах челябинцы смогут через 4 года. Пересмотру подверглись технические моменты, такие как количество рабочих рук, тоннели проходческих комплексов и субподрядных организаций. Замедление темпов сооружения челябинского метро заставило областное правительство обратиться за помощью к московским специалистам. Изучив процесс строительства, столичные эксперты вынесли свой вердикт. Генеральный подрядчик в лице муниципального унитарного предприятия Челябинского метрострой должен быть реорганизован. Петром Ивановичем четко обозначена задача в год в 2012 году. Отсюда будет полностью совместный пересмотр структуры генерального подрядчика, его подразделений, его возможностей профессиональных и подключения при необходимости дополнительных субподрядных организаций. Что касается проектного института, то мы сейчас будем его изучать состав, на что они способны профессионально и подключать к ним российские профессиональные проектные организации на субподрядные. В помощь к хорошим менеджерам должны прийти профессиональные строители. Количество метростроевцев нужно увеличить не менее чем в три раза, от 375 до как минимум 800 человек. При этом весь объем работ необходимо поделить между четырьмя субподрядчиками. Изменения коснутся и самой концепции строительства в плане немедленного расширения фронта работ. Учитывая особенно строительство Челябинского метро в скальных породах буро-взрывным способом, надо профессионально увеличивать количество, как мы говорим, открывать забоев как можно больше, для того, чтобы объемов больше.